всем привет меня зовут дмитрий макена сегодня видео урок про статусы знаков библиотеки который даст вам понять где трек поврежден где-то может быть он находится не в своей папке и вообще обозначение треков которые вы импортируете с разных других программ ну что поехали итак статус знака в библиотеке первый знак серата обнаружил некорректное искажение файлов возможно этот файл может быть играть неправильно или сделать вашу библиотеку нестабильной компания серата настоятельно рекомендует удалить все поврежденные файлы из вашей библиотеки если это возможно перекодирует их в mp3 waf и и загрузить их заново значок кругленький синенький с ноткой трек был импортирован из библиотеки айтюнс серата диджи может импортировать вашу библиотеку из айтюнс steam что позволяет воспроизводить айтюнс музыку из доступных плейлистов для включения этой функции перейдите к экрану настройки откройте вкладку библиотеки нажмите показать окно айтюнс библиотеки такой же практически значок как и в первом случае только опять же синий кружочек трек был импортирован из айтюнс но он поврежден этот файл считывается из вашей библиотеки айтюнс так как уже включена опция настройках экрана однако серата диджи обнаружил искажение повреждения файла пожалуйста удалите его из вашей библиотеки айтюнс или повторно перекодируете файл айтюнс может сделать это сам знак вопроса в синеньком кружочке серата диджи пытается импортировать дорожки из библиотеки айтюнс но не может найти файл этот файл считывается из вашей библиотеки айтюнс так как уже включена опция в настройках экрана однако файл отсутствует или удален пожалуйста убедить что этим сможет увидеть правильное расположение файла перед запуском серата знак вопроса трек отсутствует скорее всего файл был переименован или перемещен терата диджи не копирует файлов приложения он ссылается на музыкальный файл где они в настоящее время находится на вашем жестком диске если переместить ваши музыкальные файлы в другое место серата диджи покажет что эти файлы отсутствуют в вашей библиотеке если вы увидите ошибку файл не найден вы можете удалить или переместить файл в исходное местоположение чтобы серата диджи мог прочитать его блокировка треков трек заблокирован золотой замочек если рядом с треком в столбце стоит отображение золотой замок то информация о файле для самой дорожки не может быть изменена. Вы не можете изменить какую-либо информацию дорожки в Serato DJ. Это включает в себя и bpm, bitgrid, форму волны, loop, q-точки и любые другие информационные мета-данные. Тем не менее, вы можете настроить информацию для трека, когда находится в режиме сессии, но эта информация не будет сохранена, перезаписана в мета-теги файлы, где хранится информация. Синенький замочек. Bitgrid дорожки и bpm заблокированы. Дорожка в вашей библиотеке может быть заблокирована, чтобы избежать случайного изменения информации bpm или bitgrid для файлов. Это обеспечивает удобную визуальную помощь для треков в вашей библиотеке, если вы знаете, что треки имеют правильное значение bitgrid и bpm. Выберите трек, который вы хотите заблокировать, подведите курсор мышки к окну статус трека, первый столбец в главном окне библиотеки и удерживайте Command или Ctrl плюс щелчок мыши по этому окну. Синний значок блокировки будет отображать в этой области. Нажмите Command или Ctrl плюс снова нажмите на эту иконку, чтобы разблокировать bitgrid трека. Совет. Вы можете заблокировать несколько дорожек одновременно. Выйдите на музыкальные дорожки, нажмите кнопку в столбце статус. Serato DJ подскажет вам, если вы хотите изменить все теги этих треков. Также присутствуют дополнительные иконки. Это White Label Tracks. White Label Audio файл предоставляет собой уникальный формат расширения файла VL-MP3, разработанный Serato. Они специально подготовлены для использования в Serato DJ. Файл предварительно проанализированы. White Label Audio файлы воспроизвести в высоком качестве 320 можно только в Serato DJ и только когда ваше оборудование подключено. Без Serato DJ или при воспроизведении этих файлов через другой медиаплеер, музыкальную программу, они будут воспроизводиться в низком качестве, 32 кбит, монозвук, White Label Audio файлы, рекламные выпуски доступны свободно на whitelabel.net. И также замочек на White Label. Трек заблокирован. Есть некоторые лицензионные требования. Определенный White Label потребует адрес электронной почты или пароль для проверки, чтобы разблокировать музыкальные треки. Если вы законно загрузили эти треки самостоятельно, введя адрес электронной почты или пароль, который вы используете для White Label.net. Он разблокирует файлы для воспроизведения в Serato DJ. Если возникают все-таки проблемы, то пожалуйста свяжитесь с Serato DJ поддержкой. Serato.com support. Ну и на примере я специально подгрузил эти файлы. Вот они. Именно такой значок. Можем также заблокировать его. Это специальные файлы, загруженные с whitelabel.net. Как вы видите, for promotion, use only. Периодически на их сайте попадают очень хорошие новинки. Ну и соответственно еще один дополнительный значок. Это видео. Он выглядит вот так вот. Это видеофайлы, которые вы можете миксовать, используя дополнение как Serato видео. Ну и соответственно, если оно не подключено, вы можете просто прослушать аудиодорожку. Ну и на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии внизу. Всем пока! Хорошего диджейства! Субтитры сделал DimaTorzok